здравствуйте швеция совсем недавно вступила в над когда-то нейтральная сторона вдруг захотела в нато а вы знаете в швеции еще находится крупнейший лидер своей отрасли завод по производству подшипников чистая выручка этого завода 450 миллиардов долларов сейчас кстати шведское предприятие по производству подшипников уходит из россии вот тут бы очень пригодился томский подшипник если бы томский подшипник работал до сих пор это и рабочие места и деньги в бюджет не маленькие и обороноспособность страны но не судьба кто-то заработал миллиарды на развале этого предприятия новые экономические законы новые реалии пришли определенные люди алексей вавилов ренат аминов и нет теперь завода не теперь томского подшипника теперь вот стоят корпуса красные красивые и жилищный комплекс а построили этот жилищный комплекс вавилов и аминов кто забрал забот тот и комплекс построил как удобно как хорошо тогда как выгодно самое главное скоро мы кстати выпускаем фильм где более подробно расскажем схему как томский подшипник скажем так поглотили дружественно алексей вавилов ренат аминов конечно это был стратегический завод который за несколько лет просто превратили в ничто и представляете прокуратура ничего не видит сейчас государство начинает понемножку возвращать некоторые предприятия особенно стратегические во первых ну потому что ситуация она как бы требует таких действий да потому что она видит государство как собственники новые этим всем управляют что это споры дележка денег вывод тех же самых денег куда-то не выплата зарплат и продукции как таковой нету то есть предприятие не работают или вообще прекращает существование это предприятие как в данном случае томский подшипник кляйна мэра кляйна за два миллиметра чуть-чуть не посадили даже чуть-чуть то посадили конечно же он отсидел и мы знаем кто к этому имеет отношения а тут заводы стратегические пропадают как будто и не было и ничего и ни у кого вопросов никому нет как будто так и надо кому надо то вот недавно в томск приезжал николай патрушев конечно говорилось о импортозамещении в том числе о подшипнике зачем нам швейцарские подшипники зачем нам китайские подшипники у нас когда-то были свои томские подшипники почему бы сейчас не возродить это предприятие спросить как бы у тех предпринимателей у тех хозяйственников а что вы сделали с предприятиями которые вы когда-то купили вы объясните какие вы сделали шаги для того что хоть какие-то шаги чтобы это предприятие спасти я больше чем уверен что не алексей вавилов не ренат аминов и не партнеры их не сделали ничего им и не нужно было чтобы томский подшипник предприятие спасти вы знаете на этом поглощение ренат аминов и алексей вавилов неплохо так заработали поэтому так несколько десятков миллиардов да не сейчас зарабатывать продать продолжают куда эти деньги делись это же другой вопрос тоже интересно не удивлюсь что в страну нато куда-нибудь туда за границу вывели их там построили может быть торговый центр тот же самый изумрудный город вы помните вообще сказку про изумрудный город откуда этот эта фраза взялась что она значит на самом деле это люди когда приходили в этот город в изумрудный им выдавали изумрудные очки чтобы все казалось изумрудным изумрудный город который принадлежит алексею вавилову тоже очень-то деньги зарабатывать здесь куда эти деньги вот интересно а в томске дела также обстоят когда приезжают какие-то чиновники им тоже очки выдают чтобы они ничего не видели что в томске творится вы знаете у нас по томску этой информации все больше и больше становится и там настолько все и все перепелились все так связано есть на такой персонаж левашов это новый партнер воилова и аминова есть там еще такой гитман такой бизнес-партнер часто бывает в израиле если бы это было бы 37 и бы просто назвали враги народа судьба понятно у нас сейчас на 37 сейчас закон как-то доработает правда некоторые люди помогают делают так чтобы закон работал так как им выгодно можно только догадываться ну что тут догадываться как они это делают я хочу обратиться и прокурор томской области семёнову и к щукину начальнику следственного комитета томской области посмотрите тут же просто кладезь уголовных дел и подшипник а сколько других там предприятий мы скоро о них расскажем там виновные есть помогите своему государству помогите россии разобраться вернуть то что было вот таким сомнительным образом поглощено или вы ждете когда москва вам пальцем покажет вот тогда вы все увидите вот тогда все вдруг начнет расследоваться мы можем только рассказывать а и призывать чтобы вы это все распространяли и комментировали как и чтобы люди от которых зависит будущее нашей страны у которых есть инструменты власти обращали внимание на подобные дела принимали меры и таким образом я думаю что победа будет за нами до свидания